Очень часто задаваемый вопрос, какие улья лучше в плане системы, рутой либо додан. На нашей пасеке уже примерно 6-7 лет есть обе системы. И из этой практики, которая есть, работая с рутовской системой ульев и с додана, мы пришли к тому, что все пасеки, которые мы будем использовать под мёд, то есть под производство мёда, эти пасеки мы полностью переведём на рутовскую систему, потому что последние годы показали, что именно на такой рамке лучше сохраняется пчела, потому что всегда есть больше пространства для матки в плане именно взятка на потомных. Так как у нас взятки короткие, но очень массивные, то очень часто блокируются гнёзда больше всего на додановской рамке. То, что касается рутовской системы, здесь у матки всегда есть больше пространства, поэтому и в зиму здесь заходит большая масса пчелы. Это первое. Второе. Очень хорошо или очень легко обеспечить в данной системе ульев нужное количество кормов на зиму, потому что после последней выкачки ставится 6-7 рамок в верхнем корпусе, которые полностью закармливаются, и сама пчела начинает зимовать снизу вверх. То, что очень хорошо, потому что пчела зимует, в принципе, большую часть зимы на, скажем так, на сухих рамках, не на запечатанных полностью мёдом. Весной в этих ульях всегда лучше идёт развитие, потому что меньшее пространство, легче это пространство сократить. Например, между корпусами мы всегда после первого влёта ставим плёнку, которую вот, например, на сегодняшний день уже на час семей мы её уже вытаскиваем, потому что видно, что семи набрали тот объём, который им нужен, и потихоньку опускаем уже, чтобы пчела шла вниз. Это, опять же, помогает легче сохранять температуру, потому что сейчас, если мы сделаем реверс, то есть поставим нижние корпуса наверх, будет тяжелее, или наступит определённый момент, когда семья остановится в какой-то степени в развитии, а так как мы не нарушаем температурный режим, не делаем никакой сбой в семье, то идёт развитие хорошее, уже когда будет тепло и днём, и ночью, тогда мы уже сделаем реверс. Зачастую мы не успеваем это делать. Опять же, в рутовской системе это плюс, потому что сама пчела, она развивается так, как ей нужно. На примере вот одной семьи мы покажем, опять же, если бы рядом стоял додан, то, конечно, здесь было бы самое легко именно вот так увидеть разницу плюсы и минусы. Единственное, наверное, какой минус, это отводки, когда начинают развиваться, они обычно визуально доходят быстро, скажем, по объёму пчелы, и мы их сразу кидаем на взятки, на подсолнух. Из-за того, что всё равно ещё нет той силы, то вот эти гнёзда именно на отводках этот минус есть, что могут залить гнёзда отводки, поэтому я думаю, что в будущем мы отводки, которые будут делаться на рутовской системе, в принципе, на взятки, на подсолнух кидать не будем. Они будут оставаться в лесах и просто будут подкармливаться, чтобы подготовиться очень хорошо к... И... 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 И...